2022 год. Европа благоденствует, наслаждаясь самым продолжительным в своей истории периодом без войн и военных конфликтов. Последняя война на континенте случилась более ста лет назад. Воевать некому, да и не с кем. Потому что Европа – это единое пространство без границы таможен, на котором действуют единые законы и общая для всех конституция. Огромные деньги, которые раньше тратились на военные нужды, тратятся на образование, науку и здравоохранение. Благодаря развитию технологий удалось значительно увеличить продолжительность жизни. Преступность практически побеждена. «Наконец-то настало царство разума. И для этого всего-то нужно было в начале XX века отказаться от войн». Человек, который это предлагал, умер в 1919 году сразу после Первой мировой. Умер в полной уверенности, что вот теперь-то человечество перестанет воевать. Звали этого человека Фердинанд Фердинандович фон Врангель. Барон фон Врангель был потомственным мореплавателем. Память о его отце, Фердинанде Петровиче Врангеле, выдающемся исследователе Арктики, участнике кругосветных экспедиций и многолетнем правителе Русской Америки, увековечена на географических картах. Его имя носит остров в Северно-Ледовитом океане. 180-й меридиан делит остров Врангеля на две почти равные части. Одна его часть лежит в восточном полушарии, другая в западном. И это довольно символично. Быть между Востоком и Западом – так, наверное, написано Врангелем на роду. А род этот происходит из Скандинавии. Несколько веков Врангели верой и правдой служили датским и шведским королям. В одном только сражении под Полтавой в 1709 году погибли 22 представителя рода Врангелей. В царствовании Петра III на заключительном этапе Семилетней войны Врангели появились на русской службе. Один из них, Густав фон Врангель, прадед нашего героя, показал образец верности присяги. Он отказался поддержать дворцовый переворот, устроенный Екатериной II против Петра III, за что был лишен чинов и состояния. Ну, а самый известный из Вранглии, конечно же, Петр Николаевич, лидер Белого движения, тот самый, о котором сложили песню «Белая армия, черный барон». Петр Николаевич был прирожденным воином. Он воевал всю жизнь, начиная с русско-японской, потом в Первую мировую, в гражданскую, стал последним командующим Белой армией. Был еще Николай Врангель, деятель искусств, светский лев и мемуарист. Выдающихся представителей рода Врангелей оказалось так много, что их путают даже профессиональные историки. Собственно, из такой путаницы и родилась идея этого фильма. В одной изданной в Швейцарии книге мне попалась вот эта фотография. Подпись к ней гласит «Барон Петр фон Врангель, царский генерал и пацифист. Проживал в Асконе, в палацу Иль-Кроче». Это вызвало, мягко говоря, удивление. Петра Врангеля назвать пацифистом никак нельзя. Он был настоящим псом войны, да и в Асконе он не жил. Значит, нужно искать еще одного Врангеля – пацифиста. И он нашелся. Знакомьтесь, Фердинанд Фердинандович Врангель. Моряк и ученый. Он практически создал в России гидрографическую службу, занимался исследованиями Черного моря, изобретал и совершенствовал измерительные приборы. Вместе с адмиралом Макаровым Фердинанд Врангель участвовал в проектировании и строительстве первого российского ледокола «Ермак», с которого началась история российского ледокольного флота. Тесно сотрудничал с легендарным норвежским полярным исследователем Фридьёфом Нансеном и выдающимся океанологом королевских кровей принцем Альбертом I Монахским, основателем действующего и поныне замечательного музея океанологии в Монте-Карло. Моральный авторитет Фердинанда Фердинандовича был настолько высок, что в 1879 году он получил предложение от российского императорского двора стать воспитателем младшего сына великой княгини Екатерины Михайловны, герцога Маклибург-Стрелецкого. Так к его научным обязанностям добавились еще и придворные. Барон Врангель отлично зарекомендовал себя на педагогическом поприще и через несколько лет был назначен директором императорского Александровского лицея. Удивительно разносторонний человек. Фердинанд Фердинандович ушел в отставку в чине контр-адмирала. В начале 20 века он вместе со своей супругой Аделиной Минной Монтаги уехал из России и поселился в Швейцарии. В Врангеле купили дом на склоне горы на окраине рыбацкой деревушки Аскона в кантоне Тычина. Возможно, они и не знали, что гора эта особенная. В этом месте находится сильная магнитная аномалия. На повседневную жизнь рыбаков Асконы этот геологический факт никак не влиял, зато он привлек внимание одной колоритной парочки – сына богатого бельгийского промышленника Генри Оденковина и его подруги Иды Хоффман. Оденковин искал место, где можно было основать колонию улучшателей мира. На рубеже 19 и 20 веков многие были озабочены радикальным улучшением мира, и подобные колонии появлялись в разных местах. В одной только Швейцарии их можно было насчитать добрый десяток. Оденковин и Хоффман задумали улучшить мир, а точнее природу человека, при помощи вегетарианства и солнечных ванн. Наличие магнитной аномалии сказывалось на интенсивности солнечного света, ведь магнитное поле Земли – это щит, который защищает нас от солнечной радиации. Чтобы солнечные лучи благотворнее воздействовали на тело, предлагалось полностью отказаться от одежды. Оденковин устроил на вершине горы вегетарианский санаторий, для которого они с Идой придумали очень удачное название – Монте-Верета, гора истины. Итак, санаторий Монте-Верета, вегетарианство, солнечные ванны и нудизм. Ни первое, ни второе, ни третье не являлись изобретением Оденковина. Все это в ту эпоху было, что называется, в тренде. Но, похоже, Оденковин знал толк в рекламе и маркетинге. Магнитная аномалия Монте-Верета притягивала внимание жаждущие просветления публики. И в Аскону со всей Европы потянулись люди, один замечательнее другого. Чтобы понять, что за атмосфера царила на Монте-Верета, вот вам несколько портретов обитателей горы. Это, наверное, самая известная фотография из истории колонии. Солидный немолодой мужчина в костюме Адама вскапывает грядки. На фото Йозеф Соломонсон, он же Мева, он же апостол натуральной жизни. Бывший консул Нидерландов на Яве и преуспевающий бизнесмен в середине жизни стал на путь радикального вегетарианства. Он считал, что человек способен прожить 200 лет, нужно только отказаться от мяса, соли и питья. Любого питья, ибо необходимое количество жидкости организм получает из овощей и фруктов. Соломонсон утверждал, что на протяжении нескольких лет не выпил ни глотка жидкости. Идеи преображения мира на Монте-Верета простирались очень далеко, вплоть до изобретения новых религий. Здесь отличился еще один подданный Российской империи из прибалтийских дворян Элизар фон Купфа, который создавал учение «Кларизм». Последователей у новой религии было не очень много, зато был свой храм. В списках гостей Монте-Верета значится и Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг, еще один балтийский барон. Улучшение мира он понимал весьма своеобразно. В период гражданской войны в России он пытался воссоздать на территории Монголии империю Чингисхана. Создание империи сопровождалось страшными зверствами и большой кровью. В конце концов, сам барон фон Унгерн был расстрелян большевиками. Среди многочисленных гостей санатория коммунной из России был каждый десятый. Для них даже был построен отдельный домик – Руссенхаус, очень похожий на дачу где-нибудь в Сестрорецке, только окруженный тропической растительностью. Частыми гостями здесь были художники, жившие внизу в деревне – Мариана Веревкина и Алексей Явленский. Память о Мариане Веревкиной в Асконе бережно хранят. Здесь есть фонд Веревкиной и в местном художественном музее ее работам отведен целый этаж. Мариана Веревкина похоронена на местном кладбище. Политическую повестку Монте-Верета формировали такие люди, как немецкий анархист Эрих Мюзам. Мюзам проповедовал полное равноправие, отказ от частной собственности и отрицание государства. Позже, в 1919 году, Эрих Мюзам оказался в числе создателей Баварской Советской Республики – удивительного образования, которое просуществовало несколько недель и за это время успело объявить войну соседней Швейцарии за отказ предоставить молодой республике Советов 20 паровозов. Эрих Мюзам вдохновлялся идеями русских анархистов Михаила Бакунина и Петра Кропоткина. Оба они в разное время жили в итальянской части Швейцарии. Бакунин три года прожил на вилле Ла Буроната, недалеко от Локарна, а Кропоткин ненадолго останавливался здесь в 1911 году, чтобы встретиться с местными анархистами. Вот в таком интересном месте проживал после выхода в отставку Фердинанд Фердинандович Врангель. Барон фон Врангель целиком посвятил себя общественно-политической деятельности. Его дом на дальнем от деревни склоне горы Монте-Верета был местом встреч и жарких споров о будущем устройстве Европы. Радикализм, царящий на вершине горы, здесь не приветствовался. Люди собирались серьезные, по крайней мере одетые, но споры случались жаркие. Главной идеей Врангеля был пацифизм, полный отказ от войн. Идея на рубеже веков чрезвычайно популярная и вовсе не считавшаяся утопической. Достаточно вспомнить, что в 1899 году в Гааге состоялась международная конференция, которая была созвана по инициативе российского императора Николая II. В Гааге была принята конвенция о мирном разрешении военных столкновений при помощи нового межгосударственного органа – Международного суда. Казалось бы, путь к всеобщему миру проложен. Но германский император Вильгельм уже после конференции заметил, что он согласился на создание суда только ради того, чтобы его российский брат не оскандалился. А вообще он и впредь будет полагаться только на Бога и на свой острый меч. Да и сам Николай недолго оставался приверженцем пацифизма. Уже через 4 года после конференции на Дальнем Востоке вспыхнула русско-японская война. Врангель же полагал, что помимо Международного суда должна быть принята всеевропейская конституция, которая станет юридическим основанием для создания в Европе единого государства. Европа должна превратиться в континент без границ, таможен и без паспортов. И естественно Россия должна будет стать частью этого единого государства. Эту позицию Врангель последовательно излагал в своих статьях и брошюрах. Он спорил с теми, кто утверждал, что войны и насилие являются неотъемлемой частью человеческой природы и что, мол, вся история служит тому подтверждением. Но человеческая природа тоже может быть изменена, считал Врангель. В этом пункте он нашел себе влиятельного единомышленника, австрийского философа Рудольфа Штайнера. В окрестностях Базеля Рудольф Штайнер строил свой Гётеанум, центр антропосовского движения. Строительство велось уже под грохот пушечной канонады, доносившейся через границу. В Европе полыхала Первая мировая война. В постройке Гётеанума принимали деятельные участия Андрей Белый и Максимилиан Волошин. Кстати, витражи в Гётеануме выполнены женой Андрея Белого, Анной Алексеевной Тургеневой, внучатой племянницы великого писателя. Рудольф Штайнер и Фердинанд Врангель состояли в переписке. В учении Штайнера Врангеля привлекало отношение к человеку не как к материалу истории, а как к личности, стремящейся к совершенствованию и способной творить историю. Это отличало Врангеля от другого мечтателя-эмигранта из России, одновременно с ним жившего в Швейцарии, только не в Асконе, а севернее, в Цюрихе. Речь о Владимире Ильиче Ленине. Кстати, есть версия, часто повторяемая, но не подтвержденная документально, что и Ленин бывал на Монте-Верета. Да, учитывая то, что Ленин всегда выказывал живой интерес к социальным экспериментам, это вполне могло быть. Ну, а документов не осталось, потому что будущий вождь революции очень серьезно относился к конспирации и пользовался десятком фамилий. Разумеется, Ленин и Фердинанд Врангель – фигуры очень разного масштаба. Хотя, если их сравнивать, например, осенью 16-го или в самом начале 17-го года, Врангель в гостиной дома в Асконе, пожалуй, мог бы собрать больше своих сторонников, чем Ленин за столом рабочей пивной в Цюрихе. Ленин мыслил категориями масс, классов, отдельно взятые люди, личности его мало занимали. Врангель в своих проектах и построениях апеллировал к разуму человека, каждого отдельного человека. Воевать неразумно, разумно решать вопросы миром. По крайней мере, одного человека Врангелю удалось обратить в свою веру. Это знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Герман Гессе. Врангеле и Гессе были, можно сказать, земляками. Оба провели детские годы в Эстонии. Герман Гессе, кстати, тоже был подданным Российской империи. Когда началась Первая мировая война, Гессе, этнический немец, поддался милитаристской пропаганде. По пресловутому зову крови он сменил гражданство и пытался добровольцам записаться в германскую армию, чтобы сражаться против страны своего детства. В армии его не приняли по здоровью. Тогда он сам нашел себе дело, собирал книги и отправлял их в лагеря немецких военнопленных. Все это время он интенсивно переписывался с Фердинандом Врангелем, которого считал своим наставником. Уже к 1915 году в мировоззрении Гессе произошел перелом. Он превратился в пацифиста, в убежденного противника войны. В своей статье «Ты не должен убивать» он писал о том, что общество не может принуждать человека к убийству другого человека, даже оправдывая это службы Отечеству. Конечно, в разгар войны такие мысли звучали не просто идеалистически, а по мнению большинства преступно. Писатели устроили настоящую травлю в немецкой прессе. В конце концов он попал в психиатрическую лечебницу, но от убеждений своих не отказался. Герман Гессе, автор антивоенных статей и эссе, как писатель и мыслитель очень многое сделал для продвижения гуманистических идей в послевоенной Европе. В апреле 1917 года Ленин уехал из Цюриха в пломбированном вагоне, а спустя полгода произошел Октябрьский переворот. Из всех мечтателей с Монте-Верета Ленин оказался самым успешным. Его проект «Улучшение мира» осуществился. Правда, он стоил России десятки миллионов жизней, но этого Фердинанд Фердинандович уже не увидел. Он умер в Асконе 3 декабря 1919 года. Фердинанд Фердинандович Врангель был идеалистом, как и большинство обитателей горы истины. Корабль утопии так и не отправился в плавание. Мечты о мире без войн так и остались мечтами. Голос Врангеля оказался слишком слабым в эпоху ревущих толп и пламенных ораторов горлопанов, таких как Ленин, Троцкий, Муссолини, Гитлер. Казалось, барон-пацифист обречен на полное забвение. Но история любит неожиданные повороты. И дальше случилось вот что. Виллу Врангеля купил немецкий промышленный магнат Эдмунд Стинес. Стинес был противником Гитлера и во время Второй мировой войны уехал в США. Там Стинес женился на сестре Гуго Геверница, который сотрудничал с военной разведкой США, был одним из самых успешных агентов и близким другом Алина Даллеса, шефа военной разведки. Геверниц сыграл решающую роль в организации секретных переговоров между американцами и нацистами о капитуляции нацистской группировки в Северной Италии в апреле 1945 года. Эти переговоры вошли в историю под названием «Операции Санрайз». Перепетии вокруг этой операции вдохновили Юлиана Семенова на написание романа «17 мгновений весны», имевшего культовый статус в Советском Союзе. В результате переговоров 29 апреля 1945 года был подписан акт о капитуляции около полумиллиона нацистских солдат в Италии. Секретные переговоры между Алином Даллесом, Гуго Геверницем и командующими войсками СС в Италии Карлом Вольфом велись в доме Стинеса в Асконе, в доме, который раньше принадлежал Фердинанду фон Врангелю, в той самой гостиной, в которой барон-пацифист собирал своих единомышленников для обсуждения мирного будущего Европы. По поводу «Операции Санрайз» до сих пор не утихают споры, насколько она была этичной и правомочной, ведь эсэсовцу-палачу Вольфу удалось уйти от заслуженного наказания. Но нельзя не признать факт, что капитуляция полумиллиона нацистских солдат спасла жизни тысячам солдат-союзников, в том числе советских солдат, ибо если бы нацисты в Италии продолжили сражаться, день победы достался бы нам еще более тяжелой ценой. И не случайно, вовсе не случайно, это решение было принято в доме Врангеля, где между книжных шкафов и нагулких лестницах слышатся отголоски слабого голоса человека, который мечтал о мире без войн.